Объявляем нашего гостя, всем в Украине известного, я думаю, многие из вас его, разумеется, знают. Это Юрий Бутусов, украинский журналист, главный редактор сайта CENZOR.NET. Юрий, витаю вас, добрый день. Витаю. Добрый день. Да, Юрий, ну вот сразу же, конечно, вопрос. Хочется узнать, что все-таки с этой второй волной на Киев, все в ожидании, замерли, как это будет происходить. Почему вот такое затишье относительно уже несколько дней на этом направлении? Не маньякуе затишье, а насправде... О, Юрий, прости, пожалуйста, а можно на русском? Потому что у нас русскоязычная аудитория, если можно, пожалуйста, на русском языке. Затишье на фронте на данный момент нет. Российская армия просто встретила неожиданно для нее упорное сопротивление, несет большие потери. Поэтому не может пробиться, не может выполнить свои оперативные цели. То есть цель Российской Федерации была окружить Киев, окружить Хальков и захватить юг Украины. Поэтому на данный момент эти задачи не выполнены. То есть еще захват Донбасса, юга Украины, окружение Киева и Халькова. Все эти задачи не выполнены. И поэтому остановлено продвижение только благодаря стойкости, героизму украинских войск, управленческим решениям, нанесению огневого поражения российским войскам. Вот это и есть основные факторы. Почему, можно сказать, затишье? Но затишье оно только потому, что противник без перегруппировки пройти дальше не может. Вот они понесли тяжелые потери, им нужно перегруппироваться, пополниться. Их эффективно сдерживают. И, естественно, в этих условиях они не могут быстро продвигаться так, как продвигались в начале войны. Вот, в общем-то, и все. Но это не затишье ни в коей мере. Это такая небольшая, можно сказать, оперативная пауза в результате больших потерь. Юрий, скажите, а все-таки вот если посмотреть, штудируя нашу прессу, допустим, НВ, наши телеграм-каналы, «Украинская правда», история одна, да? И то, что мы от вас услышали вот в таком ключе. Что касается вот западной прессы, открываешь Нью-Йорк Таймс, я всегда это делаю с содроганием сердца, потому что там картина, конечно, ну, ясная, что русские завязли немного. Но в целом все равно большинство экспертов в Пентагоне соглашаются на том, что, конечно же, бой неравный, и все равно, рано или поздно, Путин большими потерями, разрушением городов все-таки сможет как-то там контролировать, ну, недолго. И, в общем, такая вот... То есть, что вы скажете, в чем здесь суть вот таких вот различий в освещении нынешней ситуации на фронте? И как Путин, так и страны Запада, они оценивают боеспособность Украины по состоянию нашей военной инфраструктуры и сил обороны. Безусловно, если рассматривать организацию, то есть те потери, которые враг нанес нашей военной инфраструктуре, соотношение боевой силы, техники, количеству отмобилизованных войск, маневренности противника, господство в воздухе. Если все это оценивать в целом, то, безусловно, у противника большое превосходство. И оно по многим направлениям сохраняется и будет сохраняться. Но ни Россия, ни Запад, они просто не понимают. Я слышу хорошо. Пожалуйста, продолжите. Мы, на самом деле, были прерваны. На самом интересном месте, я не могу вас отпустить сейчас, вы говорили про факторы, которые недооценили западные спецслужбы. Я тоже в нашем промежутке сказал, что они с самого начала не оценили спроможность, то есть способность украинцев обороняться, давали украинцам два дня до того, как Триколор будет воздружен над зданием Рады. Ну и вы начали говорить, какие еще факторы они недооценивают по сей день. Прежде всего, фактор того, что в Украине война за независимость – это дело всего народа, и украинский народ выбрал свободу, поэтому вся нация сплотилась для борьбы с российской агрессией. Безусловно, это повысило мотивацию армии. Кроме того, боеспособность армии резко возросла за счет того, что во все боевые части пришли мгновенно большое количество мотивированных, профессиональных людей, которые даже тому небольшому количеству, скромному количеству боевой техники, даже устаревшей боевой техники, которая украинена вооружение, тем не менее, которые умеют ее грамотно применять, которые готовы рисковать собой, готовы действовать в сложных стрессовых ситуациях, в реальных боевых действиях, и которые проявляют упорство и стойкость в бою. Всего этого у российской армии нет. То есть техническое превосходство есть, есть превосходство в количестве боевых частей, развернутых, слаженных до полного штата. Но мобилизационный ресурс Украины гораздо выше. Поэтому, когда сравнивали это перед войной россияне, они сравнивали армию, которая не развернута, наша армия, хочу напомнить, не провела мобилизации перед войной, мы не провели призыв оперативного резерва, не провели сборы терробороны, поэтому, конечно, нас оценивали по тому весьма скромному потенциалу, какой был. И для всего мира и для России, я думаю, огромный сюрприз, какая колоссальная самоорганизация в украинском обществе. Ведь все это люди сделали сами, они без всяких повесток сами быстро добрались до воинских частей, сами привели в боеготовность оружие, сами пошли в бой, их никто не подгонял, не заставлял, никто не пугал. Это все делается по велению сердца и при полной поддержке всего украинского народа на всем протяжении, на всей площади Украины. Поэтому, естественно, мотивация высочайшая и вот этот фактор, который, конечно, не был очевиден, не был заметен до начала боевых действий для противника. Юрий, считаете ли вы, что Путин может пойти на штурм Киева или же это будет вариант попытки взять его в кольцо, учитывая, что каждый блок сейчас в Киеве, каждый квартал вооружен до зубов, люди озломленные, как вы сказали, дух просто несломимый сейчас, на что Владимир Путин может рассчитывать? Неужели это будет сценарий Грозного или Алеппо? Не штурмовать. Россия намерена, первая ее цель, это выполнить свои стратегические задачи и окружить Киев. То есть они рассчитывают окружить Киев, то есть уменьшить его возможности противоположения. Их цель не штурму. Их цель отрезать гарнизон Киева от поставки оружия, боеприпасов и других видов снабжения. Только после этого они готовы рассматривать варианты со штурмом. То есть так же, как с Мариуполем они действуют. Поэтому до момента окружения Киева противник никаких штурмовых действий, активных, более предпринимать не будет. Потому что они пытались зайти в Киев, понесли большие потери, откатились. Поэтому так будет и здесь. Противник принял решение сосредоточить усилия на охвате Киева с флангов. Вот сейчас за это идет борьба. С Тарасом в его стримах на ютюбе Тараса Березовца, вот с Андреем Загородняком, бывшим министром обороны Украины. И вот его центр очень детально описывает состояние на фронтах. И вот их оценка возможности взять кольцо в Киев, она достаточно скромная. То есть, что касается вариантов Российской Федерации, это осуществить. В силу, в том числе и сложной топографии Киева, какие-то все равно ходы-выходы будут оставаться. То есть, окружение фактически невозможно. Вы вот с ним согласны по этой части? Я не знаком с текстом, о котором вы говорите, поэтому не могу сказать, согласен я с ним или нет. Я могу вам дать оценку просто тезису, который вы выдвинули. Киев, безусловно, может быть окружен. Он это кольцо, и, безусловно, на этом устроились планы российского командования. Но профессионализм и героизм защитников Киева, которые сражаются, чтобы не допустить врага на направлении главного удара, это Гастумель, это Бородянка, Буча, Ирпень, Ворзель. То есть, вот в этом районе, районе Макарова, то есть, вот то, что сейчас там происходит, это именно вот эти тяжелые бои, контактные бои, и они останавливают продвижение российской армии. Поэтому не топография, а исключительно сопротивление, маневренный характер боевых действий, только это может остановить и останавливает продвижение российских войск. И вот, Юрий, вот знаете, тоже еще такое расхожее, ну не мнение, по крайней мере, люди задаются вопросом, что происходит с этой пресловутой, растянувшейся на там сколько, 60 километров колонны, то есть, что, ложно ли это представление, что ее не трогают, что она там сидит, или все-таки там не все так просто и сладко для захватчиков? Смотрите, наличие длинных колонн у противника, это не показатель эффективности их мощи, это показатель неэффективного управления уязвимости российских агрессоров. Поэтому придет время, у нас появится оружие, достаточно мощности для того, чтобы перемалывать противника и на большом удалении, и на большом расстоянии, поэтому все эти колонны будут биты. Юлий, скажите, пожалуйста, вот что сейчас, обращаясь к западным партнерам, что сейчас должна требовать Украина? Понятно, что закрывать воздушное пространство, по крайней мере, сейчас они не будут, в отсутствии этой меры. Что самое действенное сейчас для Украины, что Запад может сделать, и сделать это достаточно быстро?